Славьи Бог, разумения, ты и ты, и Бога. Доброго вам здоровья во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С постом приятным. Именно так в это время, во время Великого Поста, когда христиане приветствуют друг друга, встречают друг друга, поздравляют именно с постом приятным. Кому же приятно-то? А приятно душе. Действительно, душа возрастает, душа возвеличивается, а тело ущемляется. Как сказано, дух бодр, плоть же немощна. Когда Господь призвал своих учеников к себе, апостолов, Он объявил им так. Отныне будете ловцами человеков. Что такое поймать человека? Представьте себе, человек стоит на краю пропасти, впереди погибель, и нужно правильно его ухватить. Правильно его нужно схватить, чтобы он туда не свалился. А как это правильно? А правильно как раз, когда Господь говорит, научитесь от меня, яко крото к есим и смирен сердцем. То есть, научитесь у меня кротости и смирению. Вот если есть эти качества, то будете действительно ловцами человеков. И не допустите, чтобы ваши друзья, родные, близкие люди, дорогие вашему сердцу люди, не допустите, чтобы они свалились в эту пропасть. И тоже будете ловцами человеков. По сути, Господь призвал каждого христианина к этому действию. Неспроста в символе веры мы поем, веру воедину святую соборную и апостольскую церковь. Это не только значит, что она апостольская от апостолов начала быть, а значит то, что апостол – это посланник. И каждый христианин тоже посланник в мир. Вот в тот самый мир, в котором каждый из нас находится. В тот самый мир, в котором нас окружают те или иные события, люди. И в этом мире мы посланники. Свидетельствовать о Боге. А Бог заповедал побеждать бесов каким образом? Он говорит – постом и молитвой. Конечно же, время поста пришло. И вот во время поста сугубые службы в храмах, они становятся длиннее. Больше всего поклонов, особенно великих поклонов и поясных поклонов больше. Вот так вот христианин во время великого поста себя ведет. Он и молится, конечно же, без молитвы. Пост – это будет лишь диета. И постится. И так проходит путь поста. Помоги нам всем, Бог, поститься правильно. Потому что правильный пост, он не зря говорится, что пост приятный. Почему он приятный? Да потому что перестраиваются мысли, чувства, желания. Мысли во время поста становятся яснее, светлее. Чувства во время поста становятся чище, освобождаются от грязи. Ведь грязных чувств полно. И желания наши высвобождаются ко благу. Потому что часто бывают злые желания. Вот три свойства души. Дай Бог, чтобы действительно пост, прохождение, правильно поститься. Не только от еды отказываться. Еда едой. Самое главное – от зла удаляться. От зла внутри самого себя. Конечно же, и от внешнего зла, но и от внутри самого себя. Помоги всем нам, Бог, правильно поститься. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok